Пишет человек по имени Босс. Артём, прекращай ныть. Хреново бывает всем, не тебе одному. Надо уметь отстраняться от негатива, переключаться. Лучше всего подходит тебе хобби, спорт или чил. Будь здоров. Здравствуйте, это Офф Топ номер 5. Меня зовут Артём Дмитриев, я автор и ведущий музыкальной программы «Чилл». В прошлом выпуске я действительно был предельно откровенен с вами. Надо сказать, что после того, как я выложил этот выпуск в сеть, я испытал очень сильное волнение по этому поводу. Я даже думал, может быть, удалить его отовсюду. Потому что действительно я был предельно откровенен, наверное, как никогда вообще. Тем более я общался с вами на достаточно широкую аудиторию. А это вообще волнительно, потому что представьте, вот я отправил этот подкаст в жизнь, смотрю количество скачиваний, оно с каждой минутой нарастает. И на данный момент вот этот вот Офф Топ номер 4 послушало 25 тысяч человек. 25 тысяч человек, которых я вообще не знаю. И в связи с этим я понятия не имею, что именно вы будете делать с этой информацией. Как именно она отразится в вас. Ну, конечно, тут можно включить какие-то параноидальные настроения внутри себя и думать о том, что люди что-то сделают с этой информацией против меня. Одному богу известно, что можно себя сочинить. Я, конечно, гоню эти мысли от себя подальше. Вообще стараюсь параноидальные мысли им как бы не подчиняться. С другой стороны, ситуация в стране и вообще то, что говорят мои знакомые и друзья, конечно, наталкивают на определенную паранойю, на определенную теорию заговоров. Тем более, что курс доллара, о котором я, собственно, говорил в прошлом выпуске, его колбасит из стороны в сторону. Сейчас он опять вернулся, значит, вначале отскочил до 85, теперь 75. 10 рублей разница. Просто что-то невероятное происходит в экономике. Очень интересно за этим наблюдать. Я отошел немного в сторону. Так вот, было очень нервно. И вот эта вот нервность, она продолжалась приблизительно, ну, наверное, сутки, потом отпустила. А сейчас, вот сегодня я пишу в топ номер 5, в понедельник, вообще этого чувства нету. То есть полностью отошло. Ну, отправил и отправил. Тем более, что, ну, реально, вы написали очень много мне комментариев и попытались со мной каким-то образом связаться. Многие меня бросились успокаивать. Это было очень забавно. Из серии, что не переживай, что у Чила всего лишь 70 тысяч человек, а у дневника Хача 400 тысяч, они плохие, ты хороший. Или там, не грусти, все наладится и так далее и тому подобное. В общем, это было очень мило с вашей стороны. Ну и забавно одновременно. Потому что я не считаю, что Чил хуже, чем дневник Хача или хуже любого там подкаста или видеоблога, в котором там миллиарды почитателей. У программы Чил своя аудитория, свой путь. И программа развивается и будет развиваться до тех пор, пока это будет нужно мне в большей степени, потому что я являюсь, так сказать, источником этого желания. Вот, оно пока присутствует. Мне интересно и развивать, и пытаться экспериментировать. Ну и самое главное, что даже если я не буду вести эту программу, и Чил закончится, и все закончится, я не перестану слушать музыку. То есть в любом случае это не просто хобби, это часть меня. Я слушаю музыку приблизительно вот в том режиме, как сейчас, ну, наверное, с лет... Ну, наверное, 14-15, когда мне подарили первый магнитофон, и я больше вам скажу. Я после школы приходил домой и вел радиопередачи для себя самого. Серьезно. Как бы это было не забавно, у меня была своя комната, там стоял вот этот вот магнитофон. Я себе делал расписание. То есть, например, я возвращался после школы в 15 часов, да? У меня была первая программа, допустим, там, об электронной музыке. Потом была программа разговорная. Ну, то есть просто на себя одного я это делал, это меня забавляло, и, собственно, ничего не поменялось. Вот мне 35, и я до сих пор сижу теперь у себя на студии. Значит, теперь вместо магнитофона компьютер. Я вот, значит, играюсь в эту радиопередачу. На самом деле, мне кажется, что это вообще залог, ну, успеха или... Успеха я имею в виду для себя лично, потому что, ну, как бы я в детстве этим развлекался, и это хобби, не хобби, я не знаю, это стиль жизни называется, да? Другой вопрос, что в отличие от настоящего хобби, которое ты можешь прервать, например, когда это становится твоей профессией, у тебя появляются определенные обязательства и перед аудиторией, и перед твоими, там, сотрудниками, которым нужно платить зарплату, например, да? Перед заказчиками, которые ждут, что ты выполнишь их работу в срок, быстро и качественно. То есть это и работа, и хобби, и все на свете. А начал я это говорить вот к чему. Так вот, спустя 8 лет после того, как программа «Чилл» или «Рекорд Чиллаут» запустился в эфир, было это летом 2007 года, мы появились на «Радио Рекорд» вначале, а потом полтора года назад перешли на радио «Мегаполис ФМ» в Москве, и вот, собственно, сейчас развивается сеть из городов вещания. Те, кто в курсе, знают, что мы вещаем еще в 17 городах, помимо интернета. Так вот, в воскресенье случилось, ну, яркое для меня достаточно событие, я этому очень рад, 70 тысяч человек в группе ВКонтакте. Я считаю, это реально много для программы такого рода. И думаю, что будет больше, и думаю, что мы совсем скоро дойдем до 100 тысяч человек, и это не предел, потому что сейчас и группа сделана профессионально, и программа сама себя хорошо представляет. И, конечно, это радостное событие для меня лично, потому что эту группу я начинал сам от начала и до конца. Я помню, как было там 100 человек, 5 человек, 300 человек и так далее. Поэтому это очень интересно. Ну, это как ребенок растет, да, вот он растет, растет, и вот 70 тысяч человек. Я вас и себя с этим событием поздравляю. Будем двигаться дальше, будем на связи. Я надеюсь, что вот эти вот мои стенания по поводу того, что лайки и комментарии не конвертировать в какие-то теплые чувства, я надеюсь, что каким-то образом мы сможем это сделать, например, какой-то личной встречей. Во всяком случае, в Петербурге она произойдет 20 февраля, она будет немножко по другой теме, не по теме Чила, а по теме голоса на радио и ТВ. Это та часть моей деятельности, которая более профессиональна, да, вообще к хобби не имеет отношения. Будем мы говорить на этой встрече вот как раз о профессиональных вещах, как именно управлять своим голосом, как попасть на радио и ТВ, есть ли будущее за подкастингом, что вообще происходит в этой отрасли, как на ней отражается кризис. Вот такие вещи. Если вам интересно, я оставлю ссылку в описании к этому подкасту, ссылку на события ВКонтакте, вы сможете вступить в эту группу, зарегистрироваться и прийти ко мне навстречу. Она стоит, по-моему, 500 рублей, организую не я и не моя продакшн-студия. Другие ребята этим занимаются, но в любом случае и о Чиле мы тоже поговорим. Еще одна вещь, которая меня позабавила на прошлой неделе, это в качестве комментариев к моим разновсяческим постам, мне написали, что есть предположение, что я встречаюсь только с чиками и гламурными тетками. Это, конечно, очень забавно. Я не первый раз сталкиваюсь с подобным мнением о себе. Но то ли мой аккаунт ВКонтакте или в Инстаграме о чем-то таком говорит, что я весь такой супер-ВИАЙП, там гламур и недоступность. На самом деле, конечно, это далеко от правды. Вообще неправда, на самом деле. Хотя, конечно, красивые девушки мне нравятся. В этом смысле я думаю, что не исключение. Из правил. Красивые, ухоженные девушки. Это всегда прекрасно. Что касаемо гламурных чик, уж я не знаю, кого вы имеете в виду. Может быть, которые там в Инстаграме губами увеличенными, так сказать, бравируют. Черт его знает. Что касаемо вообще социальных сетей. Ну, в любом случае, это игра. Фотографию ты повесил, и типа ты такой. Ну, на самом деле, ты можешь быть каким-то, каким угодно другим. Я родился в достаточно бедной семье. И долгое время мы жили вообще впроголодь. Я уж молчу про 90-е годы, когда в Советский Союз или Россию пришел аэрокосмический кризис. И мы реально жили впроголодь. Ни денег не было, ничего. Поэтому вот этот миф о какой-то красивой жизни, он далек от меня на самом деле. Я, конечно, долгое время пытался попасть в эту красивую жизнь, как и многие босяки, да. Она их привлекала. Я пытался общаться с людьми, которым от рождения дана такая привилегия, да, у которых там сразу же есть достаток, у которых родители занимают какие-то посты, имеют какие-то связи. Это вообще не про меня. Я им долго завидовал, потом в результате своей деятельности я многие вещи для себя добился. Например, я купил себе квартиру в Петербурге самостоятельно, никто мне не помогал, исключительно своими собственными силами, своими мозгами, чему, кстати, я очень горжусь. И, собственно, вот эта вот надобность в зависти кому-либо, она отпала сама собой. С этими людьми я прекратил общаться, потому что я понял, что, кроме того, кроме вот этого самодовольства, вот этого нарциссизма, которым страдают эти люди, которым от рождения дано быть или чувствовать себя таким вип-человеком и белой кости, ну, как бы уважения они вызывают во мне очень мало. Именно потому, что они просто ничего не добились своими мозгами. Если тебе сверху что-то спускается, ну, там папа тебя устроил на работу или мама тебя по своим каналам куда-то пропихнула, ну, как бы немного это стоит на самом деле. Я уважаю людей, которые реально усилиями воли, работы над собой, своими мозгами, в конце концов, пробили стену непонимания, холодности, а мир очень холодный и очень непонимающий тебя. Тебя нигде не ждут, ты никому не нужен. Это сразу стоит принять. Вот людей, которые сделали это усилие и пробились куда-либо, я их очень уважаю. А тем более, как говорится, с чего они стартанули. Одно дело, если ты стартуешь, как сказать, с аэродрома Байконур, да, а другое дело, как это, стартуешь из гаража где-нибудь, не знаю, там, в Купчино, да, это питерский район, ну, не самый благополучный считается. То есть это разные вещи, и достижения каждого стоит оценивать именно вот таким вот дифференцированным образом. Поэтому по поводу гламурных чик и моего образа такого, значит, мачо или там, что там вы там себе представляете, ну, конечно, хочется быть мачо и все такое, но я, собственно, живой человек из мяса и костей, со своими тараканами и не более того. Ну, в общем, позабавил меня этот комментарий. На прошлой неделе я также побывал на лекции Михаила Лобковского. Если вы знаете, есть такой психотерапевт московский. Он долгое время вел цикл передач на радио «Эхо Москвы». Ну, вообще о жизни, о психологии, о том, как устроены взаимоотношения между людьми. И я его очень уважаю. И в свое время, кстати говоря, вот «Сила радио», да, в те моменты, когда мне было очень плохо, я его часто слушал и много. Я послушал все выпуски, а их там был вообще миллион. Так вот, он приехал в Петербург, и тема лекции его была про замужество, да. Казалось бы, где я и где замужество. Но я решил выразить ему свое почтение и пойти на эту лекцию. Она была платная, естественно, стоила там 1750 рублей. Понятно, что эта лекция была для женщин и про женщин, но я решил так, что мне, в общем, тоже будет полезно это узнать. И я пошел на эту лекцию. Я не ошибся в своих предположениях. На лекции присутствовало порядка, наверное, 60 или 70 девушек разных возрастов. От, естественно, от 25, наверное, 26 до бесконечности, условно говоря. Все хотят замуж или все находятся... Ну, не все, да, там часть какая-то находилась в каких-то сложных взаимоотношениях, потому что они задавали вопросы по поводу того, что муж там гуляет налево, что с этим делать. В общем, это было очень забавное чувство, потому что из парней на этой лекции был я и еще два парня. Уж не знаю, каким ветром их туда занесло. Может быть, они за компанию пошли, может, им бесплатно это была лекция, я не знаю. Ну, в общем, ощущение очень интересное. И находиться среди такого количества женщин, которые, так сказать, объединены этой мыслью по поводу замужества, взаимоотношений с мужчинами, да. Ну, кстати говоря, несмотря на то, что мы были, я имею в виду мужчины в меньшинстве, я не заметил никакой активности по отношению к себе, не было такого, что мне строили глазки. То есть, видимо, женщины были заняты вот этим вопросом про замужество, им было вообще не до мужчин. После лекции я подошел к этому Михаилу Лобковскому. Он вообще такой приятный мужчина, 50 лет. Ну, и вообще произвел на меня такое, ну, приятное впечатление. Я подошел к нему, выразил ему свое почтение, сказал, что я, собственно, тоже связан с радио. А он, кстати говоря, и сейчас продолжает сотрудничать с разновсяческими радиостанциями там в Москве. Это на данном этапе это серебряный дождь. Ну, мы так перекинулись парой слов. Это было очень приятно и как-то хорошо. В пятницу традиционно я делал новый выпуск программы Чилл, 83-й. И надо сказать, что когда я готовился к этому выпуску, у меня была идея, у меня было разные настроения на неделе, естественно. Одно время я думал о том, чтобы сделать специализированный выпуск, который называется Космос. Есть такой вид музыки, такая смесь где-то там транса и чиллаута. Она такая очень космическая, и под нее рисуются реально картины путешествий в космос. Я обязательно сделаю этот выпуск. Вот он будет посвящен космосу и какой-то информации о космосе. Будет это в какое-то время, там, не знаю, в ближайшее, наверное, потому что у меня есть на это настроение. Но в результате в пятницу в Питере потеплело так, что реально почувствовалось присутствие весны. По-моему, в пятницу или в четверг был установлен абсолютный рекорд вообще за всю историю метеонаблюдений. В Питере была температура плюс 5 градусов, а я напоминаю, что это было 29 января 2016 года. В январе плюс 5. Я не помню такого вообще реально никогда. Когда вышло солнце, просто весна. И у меня появилось такое приподнятое настроение. А дело в том, что у меня офис находится на... Ну, вот как раз в центре города он находится, на окраине центра, скажем так. И это здание старое. Ну, оно, понятно, сделан в нем ремонт. Но вообще здание очень старое. И в связи с этим тут очень высокие потолки. Я думаю, что метра 4, наверное. И у меня окна тоже метра 2,5, наверное, в высоту. И в ширину метра полтора. То есть у меня в офисе очень много света. И даже когда в Питере абсолютная мгла, как говорится, да, вот эта серая взвесь висит в воздухе, здесь очень свежо, комфортно и хорошо. И даже несмотря на то, что офис находится, ну, прилично от моего дома, я все думаю о переезде в какой-то другой офис или в какое-то другое место, но здесь настолько мне комфортно. И каждый раз, когда я сюда прихожу, прям получаю удовольствие. Так вот, вот эта вся весенняя история. Солнце, облака, свежий воздух. А к вечеру пошел еще и дождь до кучи. То есть, ну, просто чистой воды, ну, апрель, наверное, даже не март. И я понял, что я не хочу делать грустный выпуск, а мне захотелось сделать такой воздушный, свежий выпуск в противовес предыдущему, где меня обуревали такие мрачные достаточно чувства и настроения. И выпуск таким и получился. Я собрал классную, на мой взгляд, подборку из треков в стиле, ну, диско, конечно, Дип Хаус. Ну, совсем немного там чиллаута было. Но в целом, такое свежее, не летнее, конечно, но такое светлое настроение. И выпуск я так и назвал, он называется «Свет». В выпуске есть песня «Goldfrap». Это группа такая британская, «Goldfrap». Называется «Hunt». Я когда эту песню выбрал, то, ну, как бы я обычно прослушиваю там какой-то отрезок песни, понимая, что по настроению она подходит, и ставлю ее в выпуск, а потом выпуск там собираю и так далее. Ну, в общем, одним словом, когда выпуск был готов, я поехал, пошел к метро, а я говорил, да, что я автомобилем не пользуюсь, а езжу и пользуюсь только такси и метро. Ну, так вот, мне до метро идти 20 минут приблизительно. Я очень люблю эту прогулку, потому что можно многое обдумать. Ну, и всегда, когда я иду, я либо слушаю подкасты, либо слушаю музыку. В данном случае я вот слушал музыку из 83-го выпуска «Chill». Я включил «Goldfrap» и песню «Hunt». Вы обязательно ее послушайте. В выпуске она, естественно, есть. Но это просто что-то невероятное вообще на меня снизошло, потому что она просто проникла в меня. И ее такой бит, он не совсем, так сказать, предсказуемый. И такое синтетическое звучание, и вот этот вот сексуальный голос, такой обволакивающий, как шелк, он, конечно, полностью меня завлек, увлек и погрузил в какие-то фантазии. Это больше всего... Это то, что я больше всего люблю в музыке. И мне очень радостно, что спустя 20 лет после начала прослушивания вообще музыки в принципе, да, как я говорил, я начал 14-15 лет увлекаться подобной музыкой. Ну, не подобной, а вообще музыкой. На меня она производит такое колоссальное впечатление. Это так классно, потому что, ну, просто не надоедает. Мне очень нравится, что в музыке есть палитра любая, под любое настроение. Грустно, весело, все найдешь в ней. А тем более я знаю и пути поиска, я уже давно в этом деле. Я знаю, что меня удовлетворит. У меня огромная музыкальная база, большие знания и воспоминания о том, как было я могу послушать песню из какого-нибудь 1994 года и проникнуться, как она на меня производила впечатление, и как бы вернуться в то время. И это, конечно, невероятное качество музыки, что она может присоединяться к твоим текущим ощущениям, да еще и возвращать тебя, как машина времени, в прошлое. За это я говорю большое спасибо музыкантам, которые удивительным образом, да, трансформируют вот эти вибрации своей души, своих каких-то умонастроений, вообще не знакомясь со мной, а передают мне вот эту вот эмоцию чистую, да, абсолютно чистую, искреннюю. И я ее получаю, я ее считываю. Это очень круто, правда. В связи с этим я хочу вам прочитать отзыв на офф-топ номер 4, ну, как бы резюмируя, да, то есть вот все, что я сказал о музыке и о том, что я чувствовал, когда писал прошлый офф-топ, как я волновался по поводу реакции. Да и надо сказать, что я каждый раз, когда выкладываю какой-либо выпуск программы Чил, я каждый раз волнуюсь. Как он там преломится внутри вас? Как вы будете его принимать? Понравится ли он вам? В связи с этим я вам зачитаю сейчас письмо, которое мне написал один человек. Он попросил остаться анонимным, и я пообещал ему это сделать. Но я думаю, что для вас что-то будет понятно. Обо мне, о мире, о себе, о программе Чил, да и вообще обо всем, как все устроено. Уважаемый Артем, хотел бы вам выразить огромную благодарность за ваш проект. Наткнулся на вас в подкастах от Apple не так давно и за неделю прослушал 30 выпусков. Вы правда вернули меня к жизни. Вы знаете о такой болезни, как ВИЧ? В Петербурге тоже большое число заболевших. Так вот, узнав от врачей, что меня постигла такая же беда, я отчаялся. Стал искать утешение в музыке и увидел ваш проект. И это меня спасло. Я ехал в автобусе на работу и слушал, был дома и слушал, на практике в университете слушал и слушал. И жить захотелось заново. С каждым услышанным выпуском стал понимать, как важно иметь дело жизни. Как качественно и с какой любовью вы это делаете. И какой прекрасный голос вы носите в себе. И какая эволюция произошла с ним с момента начала вашей карьеры на рекорде до самостоятельного проекта. Горжусь вами и говорю вам огромное спасибо. Редко кого хочется поблагодарить от души и пожелать успехов, но сейчас именно такой момент. Спасибо, Артем. Вы прекрасный человек, и я рад, что жизнь меня познакомила с вашим детищем. Долгого продолжения вам на этом поприще и продолжайте творить, а мы будем слушать и радоваться. Это был Чилл номер пять. Меня зовут Артем Дмитриев, я автор и ведущий программы Чилл. Услышимся спустя неделю. Пока.